Доклад на тему Альфа и Омега Мироздания. Дорогие друзья, желаю всем доброго здравия и благополучия. Меня зовут Масликов Сергей Петрович. В 1979 году, будучи 22 лет от роду, работая с ледоинструментальщиком на автозаводе имени Лихачева, я взял в руки замечательную книжку Мартина Гардена «Теория относительности для миллионов». Было ли это случайностью, не мне судить. Но, как известно, случайность – непознанная закономерность. Думаю, нет необходимости подробно говорить о теории относительности Эйнштейна и о том, сколько парадоксов она привнесла в науку. Чего стоит один релятивистский закон сложения скоростей для света, когда скорость света С плюс-минус скорость наблюдателя В равно С независимости от скорости наблюдателя. Или взять парадокс близнецов, когда брат-посмонавт, вернувшись из дальнего космического путешествия, встретит своего сильно постаревшего по сравнению с собой брата-близнеца. Так вот, все это является глубочайшим заблуждением XX века. Сразу реабилитирую самого Альберта. Да упокоится его душа. Ему было около 8 лет, когда сознание научной общественности кралось заблуждение, конечным результатом которого было становление теории относительности. Все дело в том, что в конце XIX века безраздельно господствовала волновая теория света, подразумевающая светоносную среду, передающую колебания. Поэтому, когда опыт магиционного мозга дал отрицательный результат, говорящий об отсутствии светоносного эффекта, научная общественность испытала шок и были предприняты все возможные способы преодоления этого противоречия. Сразу должен заметить, что здесь мы критически рассмотрим только светоносный эффект, а через его отрицание придем к пониманию истинного эфира, то есть первого вещества. Лоренц, Фитцеральд, Куангаре – вот три кита релятивизма, так как их математические преобразования явились теми самыми ухищрениями, которые с привлечением известных парадоксов согласовали волновую теорию с отрицательным результатом опыта магиционного мозга. Таким образом, мы должны понять, что теория относительности Эйнштейна, переняв математический аппарат преобразования Лоренца до последней запятой, является кровь от крови и плоть от плоть эфирной теории, и только формально отказывается от эфира. Получилось так, что вместо того, чтобы искать какое-то более простое объяснение результату опыта магиционного Морли, научная общественность пошла по наиболее сложному пути. В результате мы забрели дремучее болото релятивизма, и уже более века одни, приобретая при знакомстве с теорией относительности комплекс неполноценностей, отворачиваются от науки. Другие, уже несколько поколений, живут и работают с вывихом мозга, и, что самое прискорбное, находятся у власти в науке. Третьи, на уровне подсознания чувствующая ошибочность теории относительности, всячески развивают эфиродинамику, как уважаемый мой Владимир Альтимович Атюковский, ведя при этом бессмысленный бой с Тейном. Но давайте теперь вспомним, что на заре 20 века практически одновременно с теорией относительности Эйнстейна в 1907 году Вальтером Ритцем была предложена альтернативная модель распространения света, так называемая баллистическая теория. Помним, что, цитата, баллистическая теория была выдвинута, чтобы избежать такой ломки представлений, которая с необходимостью приводила к принятию обоих постулатов теории относительности. В баллистической теории сохранялся принцип относительности, но отвергался постулат постоянства скорости света в любой инерциальной системе отсчета. Баллистическая теория встретилась с трудностями при объяснении ряда явлений, опытов типа физиоэффекта Доплера, спектроскопических двойных звезд и других. Должен от себя заметить, что вопреки здесь утверждаемому, все эти явления прекрасно объясняются с точки зрения баллистической теории. Далее, цитата. В беседе с Шентлентом Эйнштейн говорил, что он еще до 1905 года размышлял о возможности баллистической теории, но отказался от этой мысли, так как не мог придумать дифференциальное уравнение, решение которого давало бы волны со скоростью, зависящей от движения источника. И все же длительное время баллистическая теория противопоставляла теорию относительности, ибо не требовала коренного пересмотра основных представлений о пространстве и времени. Франкфурт, Фрэнк, оптика движущего тела, Москва, наука, 1972 год, страница 113-114. Только преждевременная смерть Вальтера Ритца, этого замечательного ученого в 1909 году в возрасте 31 года помешала ему прийти к маленькому дополнению своей теории, которая делает ее неуязвимимой для критики и позволяет устранить все противоречия. На этом разрешите завершить исторический экскурс и перейти непосредственно к более простому и очень плодотворному объяснению результата опыта Майкельсона Борли. Сама суть баллистической активы состоит в следующем. Мы имеем шеститвольный пулемет H, из всех шести стволов которого синхронно и периодически производятся выстрелы по мишеням АБЦД-ЕФ. Мишени АБЦД и пулемет H находятся в системе отчета XYZ штрихоны, движущейся с произвольной скоростью относительно неподвижной системы отчета XYZ, покоящимися в ней мишенями Е и Ф. События, происходящие в системе отчета XYZ штрихоны, аналогичны схеме и результату опыта Майкельсона Борли. Когда скорости и частоты ударов пуль по отношению к мишеням АБЦД будут равны между собой, а также частоте и скорости выстрелов пулемета H. Частота ударов и скорость пуль относительно удаляющейся от пулемета мишени Е будет меньше, а относительно набегающей мишени F больше, чем частота и скорость выстрелов пулемета H, что обусловлено классическим эффектом доплера. Наглядно, что скорость фотонов складывается со скорости источника света или наблюдателя мишени Е и Ф, и что оба события, результат опыта Майкельсона Морли и эффект доплера подчиняется классическому закону сложения скорости. Баллистическая теория является корпускулярной теорией, так как такой механизм распространения света может осуществляться только частица, и ничего кроме пулемета не подходит для аналогии с источником света. Поэтому отказ от эфира в баллистической теории однозначен. Не все ясно это представляют. Так читаем. Цитата. Теорию эфира еще пытались спасти. Вальтер Ритц выдвинул баллистическую гипотезу о зависимости скорости света от движения его источника. Филанович. Лучи волны кванты. Москва на ухо. 1778. Страница 140. Именно так должно было рассуждать, но произошла странная металлорфоза. Опыт говорит в пользу баллистической теории. А релятивистский закон сложения скоростей справедлив для теории эфира и, соответственно, теории относительности. Отказ от эфира также однозначен в баллистической теории. Но теория относительности, казалось бы, отвергающая эфир, фактически сохранила его, полностью переняв математический аппарат преобразования Лоренца. Все противоречия баллистической теории наблюдательными данными устраняет такое простое предположение. Весь спектр электромагнитных излучений от радиоволна до гамма-излучения наблюдается благодаря тому, что фотоны уже при излучении, то есть изначально имеют разность скоростей, независимых от оптической плотности среды и вакуума дисперсии. Дисперсия света в оптических плотных средах, воздух, вода, стекло и т.д. должна рассматриваться как прямое следствие существования независимой дисперсии. Баллистическая теория предполагает существование массы покоя фотона, поэтому полная энергия фотона равна сумме кинетической энергии, куда входит квадрат скорости и другие, которые тоже могут быть пропорциональными скорости в степени n. Сами по себе фотоны являются стандартными частицами, энергия которых является функцией их скорости относительно источника или наблюдателя, то есть фотонам строго определенных энергий соответствует строго определенная скорость. Скорость света С это средняя скорость электромагнитных излучений, лежащая в области доступного нашему восприятию галактического диапазона. Данное дополнение коренным образом меняет следствие баллистической теории. Степенная зависимость, когда небольшое изменение скорости приводит к значительному изменению энергии, во-первых, позволяет понять, почему до настоящего времени мы не могли явно заметить существование независимой дисперсии. Ввиду того, что в рамках чрезвычайно узкого видимого диапазона, разность между скоростью красного и фиолетового цветов сравнительно мала. Кроме того, опыты по измерению скорости света в земных условиях нивелируются по всем параметрам, когда надо наоборот, как можно более расширить диапазон измерений. Во-вторых, эта обстоятельность позволяет достигнуть значительного эффекта трансформации электромагнитных излучений при сравнительно небольших скоростях. В то время как в волновой оптике для того, чтобы изменить частоту волны хотя бы в два раза, необходимо достичь половины скорости света. Доказательство существования независимой дисперсии будет решающим в споре между биоэлектрической теорией и теорией относительности, так как теория относительности и скорость света являются константой и не зависит от энергии фотона. Для этого нужно всего-навсего повторить классический опыт по измерению скорости света по методу Физо. Только вместо простого источника света нужно взять светофор, состоящий из монохроматических, красного, зеленого и синего цветов, предположим. Опыт в случае правильности нашего варианта баллистической теории должен показать четкую зависимость скорости вращения зубчатого колеса в приборе от частоты, то есть от скорости влучения. В баллистической теории сохраняется истинный принцип относительности, то есть любой равномерно движущийся источник света должен рассматриваться как отдельная инверциальная система отчета, внутри которой измерение скорости излучения, например, в желтой д-линии натрия будет приводить к результату аналогичному измерению внутри других инверциальных систем отчета, движущихся с любой разницей скорости и направлений движения относительно рассматриваемой системы отчета, при прочих равных условиях. Ни о какой абсолютной системе отчета в рамках баллистической теории говорить не приходится. Также становится ясно, что радиодиапазон отнюдь не самый быстрый канал связи и, соответственно, встает очень интригующий вопрос, каким образом происходит обмен информацией между высокоразвитыми цивилизациями во Вселенной. При этом следует заметить, что посылаемые на большие расстояния сообщения, электромагнитные сигналы не должны иметь частотную модуляцию, так как в результате независимой дисперсии будет происходить искажение принимаемого сигнала, пропорциональное расстояние между передатчиком и приемником. Вселенная является уникальной лабораторией и литература по астрономии изобилует фактами, которые могут быть рассмотрены с точки зрения существования независимой дисперсии. Но отсутствие руководящей идеи и целенаправленного поиска не позволяло правильно понять наблюдаемые явления. Радиоакцина, свечка, рентгеновский аппарат излучает суть одно и то же. Наложив это на эффект топлера с учетом степенной зависимости энергии фотона от его скорости, можно предположить, что двигая достаточно большую скорость от источника видимого света, мы будем его наблюдать не как оптический, а как радиоисточник, а двигаясь навстречу, как рентгеновский. Таким образом, перед нами открывается одно из самых ярких откровений мироздания, что все эти монстры, радиогалактики, квазары и другие аномальные объекты излучения – не что иное, как обычные галактики, оптические излучения которых в результате эффекта топлера трансформируются в другие излучения, в зависимости от скорости и направления движения этих объектов относительно наблюдателя. Другими словами, наблюдатель, находящийся в системе отчета радиогалактики Квазара или знаменитой взрывающейся галактики М82, будет наблюдать нашу галактику соответственно как радиогалактику, квазар или взрывающуюся. При этом необходимо учитывать внутреннюю динамику и угол движения объекта наблюдения относительно луча зрения наблюдателя, так как движение объекта, например, от наблюдателя приведет к раздеванию, образно говоря, когда в оптическом диапазоне мы будем наблюдать все более структур, более глубокие структурные элементы ядер галактики, это квазары. В то время как в движениях наблюдателя будет скрывать структурные элементы галактики в тумане, проявившегося в оптическом диапазоне диффузного микроволнового и радиоизлучения галогалактики, например, гигантские эллиптические галактики, обладающие избыточным рентгеновским излучением. Этим самым разрешается парадокс Ольберса, современное излучение которого заключается в том, что если Вселенная бесконечно и бесконечно количество звезд и галактик в ней, и они равномерно распределены в пространстве, то мною небо должно сиять так, что солнечный диск был бы на этом фоне просто незаметным. Теперь мы видим, что данное утверждение было бы справедливым только в случае стационарности всех объектов излучения Вселенной. Здесь нам открывается для понятия и скрытая масса, и темная энергия, и многое другое. Независимая дисперсия позволяет понять причину систематических ошибок в космической навигации и локации планет и предложить очень простой и весьма перспективный способ определения расстояния во Вселенной. Определив точную зависимость энергии излучения от его скорости, мы можем, измерив разницу во время прихода сигналов от кратковременного события и в некоторых других случаях, например, от звездной вспышки по двум калиброванным частотам, вычислить расстояние до объектов наблюдения по формуле, где их расстояние до объектов наблюдения и разница во времени прихода сигнала, c1 – скорость первого сигнала, c2 – скорость второго сигнала. Следующим аспектом баллистической теории мы должны отметить, что здесь нет никаких принципиальных ограничений для скорости света, и таким образом мы вполне можем догнать и рассмотреть потом. И мы с необходимостью должны предположить, что в роли фотона перед нами выступает одна из хорошо известных систем. Процессы излучения и поглощения фотонов атомами, явления фотоэффекта, аннигиляции электрон-позитронных пар и рождение этих пар гамма-квантов, а также все другие явления с завидным постоянством указывают на электрон. Вот он, таинственный мистер Х. В отношении родственности электронные фотоны очень показателен опыт Франка и Герца. Цитата. «Опыт очень похож на опыт Киркоффа и Бунцина, только атомы натрия в нем они заменили атомами ртуки, а вместо солнечного луча направили на них пучок электронов, энергию которых можно было изменять. При этом Франк и Герц наблюдали интересное явление. Пока энергия, ну то есть скорость электронов была произвольной, число электронов, прошедших через атомы ртуки, было равна число электронов исходного пучка. Однако, когда их энергия достигала определенного значения, число электронов в прошедшем пучке резко падало. Одновременно с этим в парах ртуки вспыхивала яркая фиолетовая линия. Энергия кванта с такой частотой легко вычислить, то есть она почти точно равна затраченной энергии электронов. Пономарёв под знаком кванта. Москва. Наука. 1909 год. Страница 82. В данном случае электроны, достигнув резонансной скорости, стали для атомов ртуки неотличимы от фотонов, и при рассеивании, приобретая дополнительное вращение и при взаимодействии с атомами ртуки преобразовались в фотоны. Процесс превращения электрона в фотон может быть аналогичным следующему. Представим свободный электрон в пространстве как стрелу, которая движется в системе отсчета наблюдателя прямо. Связанный электрон при движении по своей орбите в атомные вещества ориентирован строго по касательно. То есть у стрелы электрона имеется дополнительный импульс вращения, зависящий от радиуса и скорости движения. И в данном случае фотон можно представить как сорванный с орбиты электрон, движущийся по прямой, но с сохранением дополнительного импульса вращения. Электрон, движущийся относительно нас задом и вперёд, это в центре рисунка, является нашему восприятию как позитрон. Поэтому электрон, позитрон и знакопеременный фотон, три состояния одной частицы. Фотонное состояние электрона является наиболее инертным, когда взаимодействие с другими частицами происходит только в резонансных состояниях. Лично мне импонирует тороидальная модель электрона, придающая ему типальность. Когда, глядя на него с фронтальной стороны, мы видим вращение тела Тора по часовой стрелке и всасывающую пространство сердцевину. И в то же время, взглянув на него с тыльной стороны, мы будем наблюдать вращение тела Тора против часовой стрелки и фонтанирующую сердцевину. Таким образом, мы преодолеваем ещё одну проблему, так как становится ясно, что в веществах такового в осиле ровно столько же, сколько и антивещества такового. Электроны взаимодействуют между собой посредством частиц настолько меньших электронов, насколько электрон меньше галактики, что мы и воспринимаем как физические поля. Нужно следовать мудрости природы, которая как бы больше всего боится произвести что-нибудь лишнее или бесполезно, но зато часто одну вещь обогащает многими действиями. Николай Коперник Воистину, такая триединная частица может претензовать на звание универсального кирпичика, мирного эталона и элементарного акта творения мироздания, которым калибруется и из которого сложено всё многообразие окружающего нас мира. На странице 249-372 электронного варианта книги Сергея Александровича Семикова очень подробно рассмотрены конструкции элементарных частиц из этих самых плюс и минус частиц. Так как свет, согласно нашим доводам, вещественный, то кроме известных состояний материи, твёрдая, жидкая, газообразная, плазменная, необходимо признать и принять пятое лучистое состояние вещества. Наполненность пространства Вселенной излучением хорошо иллюстрируют пример с камерой обскуры из Википедии. Камера обскура. Тёмная комната. Простиший вид устройства, позволяющего получать оптическое изображение объекта. Изображение, полученное при помощи таких камер, отличается своеобразным мягким рисунком, идеальной линейной перспективы и большой глубиной резкости. В данном случае нас интересует сам принцип камеры обскуры, когда через отверстия диаметром 1 мм мы наблюдаем на экране очень четкую картину практически половины вселенной. Теперь представим множество камер обскуры, ориентированных во все возможные стороны, но входные отверстия этих камер находятся в одной точке пространства. Демонстрационным экраном такой гипотетической камеры обскуры будет сферический экран диаметром, предположим, 10 метров, входным отверстием диаметром 1 мм в центре сферы. На этом экране мы видим картину окружающей вселенной во всех подобностях. Теперь давайте представим, что вся эта красочная картина вселенной, мгновение назад, необходимая фотоном для преодоления расстояния в 5 метров, умещалась в одном сферическом миллиметре пространства. Бесконечно большая глубина резко изображаемого пространства как раз и подтверждает инертность фотонного состояния. Все эти рассуждения относятся не только к оптическому диапазону, а в равной степени ко всем диапазонам электромагнитного излучения. Представляете, какую голографическую информативность и энергетическую наполненность несет каждый сферический миллиметр бесконечного пространства Вселенной. Исходя из данной картины мы можем заключить, что все пространство Вселенной, несмотря на черно-солнечное небо, пронизано и заполнено светом во всем богатстве его проявлений. К этому же можно вести искомый на нефир, но не светоносный, а именно как первовещество. Это состояние материи наиболее полно отвечает такому понятию, как хаос. Из Википедии, цитата. «Наряду с пониманием хаоса как деяния бесконечного пространства тьмы и всепоглощающей бездну восходящим гесиоду у стоиков встречается другая аттрактовка хаоса, как неупорядоченного первого вещества, из которого случайно или под воздействием неких противоборствующих или упорядочающих сил сложился мир. По отношению к уже существующему космосу, стоический хаос не представляет собой ни насытную пустую бездну или бесконечную энтропию, а является своего рода кладовой первого вещества, подпитывающей космос». Конец цитаты. Представим себе стационарную Вселенную, в которой реализуются условия парадокса Ольберса, когда всё небо сияет так, что Солнце на этом фоне незаметно. И, исходя из данной картины, звёзды можно уподобить зеркальным шарикам, в которых отражается всё, что их окружает. Отсюда следует, что совсем не обязательно искать источники энергии звёзд внутри самих звёзд. Можно предположить, что и в реальной Вселенной звёзды не столько тратят свою внутреннюю энергию, сколько поглощают, трансформируют и переизлучают всё то, что поступает изумно. Данный процесс должен зависеть от местонахождения звезды в пространстве Вселенной, в частности галактики. Представим себе галактику как прогорающий костёр, в центре которого светятся малиновым светом угольки. И, если из двух одинаковых угольков один переместить на край костра, то он очень скоро погаснет, использовав свою внутреннюю энергию, во время как уголёк, оставшийся в центре костра, будет светиться ещё сравнительно долго, обмениваясь энергией с соседними угольками. Необходимо учитывать степень поглощения падающего на звезду потока космического излучения, спектр, дисперсия которого настолько широк, что лежит за пределами охвата и чувствительности существующих на данный момент приборов. Вполне вероятно, что такие частицы могут пронизывать космические тела, слабо взаимодействуя с ними. В этом случае степень поглощения будет иметь прямую зависимость от массы Юпитера. Является установленным фактом, что самая большая планета Солнечной системы Юпитер излучает больше энергии, чем получает от Солнца. И если бы мы могли увеличивать массу Юпитера, пусть даже холодным веществом, то по мере увеличения массы мы смогли бы наблюдать рождение новой звезды. Сюда же можно отнести механизм действия гравитации и инерции, сила которых зависит от плотности потока фактелевских излучений. С понижением плотности потоков происходит разуплотнение масс космических тел и изменение их размеров в сторону увеличения, что и объясняет, например, расползание нежной до единой звездой корки Земли на отдельные материки. Вселенная никогда не взрывалась. Сейчас она выглядит примерно так же, как десятки и сотни миллиардов лет назад. Лучистая материя концентрируется и конденсируется в сверхплотное протозвездное вещество в горнилах центров галактики. По мере накопления вещество начинает отделяться от центрального сгустка и постепенно отходит от центральной части в галактические рукава, где и делится на кратные звездные и планетные системы. Признаками такого деления являются все короткопериодические источники излучения. На уровне атомов водород является конечным продуктом распада исходного протозвездного вещества. Далее следует переход, то есть дальнейшее дробление до лучистого состояния, которое в конечном итоге опять попадает в центральную область галактики и цикл вымыкается. Об этом и не только, а более подробно на сайте РИФБТРНарод.ру. Благодарю за внимание. Всего доброго.